Добро пожаловать на пересадочную станцию! И сегодня пришло время окунуться в мир настоящего, постапокалиптического безумия! Александр Шишковчук, Схрон, Дневник Выживальщика Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции Если ты тоже хочешь попасть в этот список, получить уникальный значок возле своего ника Специальные модди, получить доступ ко всем путешествиям пересадочной станции в аудиоформате А также раньше всех остальных прослушивать ролики То нажимай на кнопку спонсировать или переходи по ссылке в закрепленном комментарии Где-то вдали за окном бабахают взрывы Стекло иногда звенит, но держится в старой раме Мы с боевыми комрадами тревожно переглянулись Пиндосов с улицы как ветром сдуло Значит, наши пошли на прорыв Можно, в принципе, сматывать удочки Но бабка все выставляет на стол угощения Никому не хочется обижать такую гостеприимную хозяйку Тем более она достала из-под дивана трехлитровую банку крепкой, как мои мышцы на стойке Тепло, обильная еда и пережитый стресс сделали свое дело Я начал клевать носом, откинувшись в старом скрипучем кресле Валера захрапел на диване, приобняв винтовку Очки сползли на бекрень И только Егорыч что-то зачесывает бабули Они закрылись на кухне Часто доносящийся бабе хохоток Однозначно намекает, что нашему старому Кое-чего перепадет Меня чуть не стошнило, когда представил эту картину Ох, старик, трах тебе дох, тебе дох Сочувствующе подумал я, проваливаясь сон Снится, что нахожусь в огромном супермаркете Бесконечные ряды заполнены различными предметами военной экипировки Чего здесь только нет Я принялся сметать в телегу все подряд Арбалет Кевларовый броник ПНВ Пулеметные ленты Коробки с патронами Маскировочные сети Наборы для выживания И стволы различных калибров Взгляд упал на дальний стеллаж И я тот час вывалил половину барахла, чтобы освободить место Настоящая базука Бережно уложил ее в тачку, прихватив с собой несколько выстрелов Офигенно прибарахлился Теперь найти бы кассу Я могу вам чем-то помочь Раздался гнусавый голос за спиной Обернулся, намереваясь прогнать назойливого продавана И мои короткие волосы зашевелились на голове Передо мной мертвый, черномазый, в амерской форме Из развороченной глазницы торчит рукоять моего десантного ножа Забавный дресс-код в этом магазине Эй, ниггер, где здесь касса? Спросил я уня в предательскую дрожь Оплату ты произведешь здесь, чувак Ответил дохлый пиндос И сейчас Здесь и сейчас Из-за полки с консервами вышел еще один мертвяк Я узнал его Сам перерезал ему глотку недавно на окраине Кандалакши Вцепившись в ручку телеги, ломанулся прочь Оглянувшись лишь раз, увидел и других мертвецов Одни трупы бегут за мной с мрачными ухмылками на рылах Другие скачут по стеллажам и потолочным балкам Вспомнился фильм Вий Полки с товарами начали с грохотом опрокидываться Но каждый раз я в последний момент успевал отскочить в сторону Внезапно оказалось, что супермаркет исчез Я бегу по ночному лесу Позади воют мертвяки, а бежать все труднее Тележка с припасами и оружием постоянно цепляет корни Но не бросать же такое богатство Деревья вокруг стали увеличиваться Я увидел, что увеличивается и тачка из магазина Да нет, это начал уменьшаться я Скользкая рукоятка стала такой огромной, что я просто свалился вниз И забежал в темную дыру под корнями старой ели Где-то снаружи яростно орут мертвые пиндосы Но здесь под деревом стало легко и спокойно Я в безопасности, они потеряли меня Это я спрятал тебя, Санек Тоненький писклявый голосок прилетел из темноты Кто тут? Скрикнул я Твой друг? Мухомор? Пропищала в ответ Мухомор? Да, ты вытащил меня из-под снега Там было плохо думать, плохо размышлять о вселенной А ты впустил меня в свой мир За это я помогу тебе, Санек Да ладно, че уж там Махнул рукой Ты тоже меня столько раз выручал Конечно, ведь мы друзья Но я не смогу тебе помогать, если тебя не станет В смысле не станет? А что такое? Ты должен проснуться Панически запел мухомор Проснись, Санек Проснись Именно такие приглушенные звуки услышал я, когда пришел в себя после жуткого сна Странно гудит в черепной коробке За окнами по-прежнему темень Значит, я проспал совсем немного Невнятные звуки из-за прикрытой двери теперь сменили тональность Стали более пронзительной и отчаянной Во рту суши, чем на поверхности Марса Гребаный сушняк Попытался встать с кресла, чтобы налить воды из чайника Не вышло Какого хера? Мои накачанные безжалостными тренировками руки и ноги не слушаются Потому что сурово связаны обильными мотками бельевой веревки В этот миг я осознал, что сухо во рту от куска тряпки Который мне запихали в качестве кляпа Голова мигом прояснилась ото сна Я догадался Ох они за дверями, это Егорыч развлекается с бабкой Но зачем эти сволочи связали меня? Покрутил головой, осматривая темную комнату И загадок прибавилось Мой друг Валера исчез А на полу валяется связанный Егорыч с приспущенными штанами Вроде живой, судя по хриплому дыханию Но возле седой головы лужатся крови Что случилось? Напали враги? Пьяная потасовка? Похоже на то Валера поцапался с дедом из-за бабки Оглушил его прикладом вепря Кстати, вот он валяется рядом на полу Но почему некоторые люди вытворяют лютую дичь в бухом порыве чувств? Двигая своими сильными, как гидравлические тиски челюстями Я начал пережевывать вонючую тряпку Освободив зубы, смогу разгрызть веревку Во мне бурлит жажда мщения за подобный беспредел Валера, конечно, друг, но такой херней я обычно не терплю Егорыча, блин, пожилого человека Чуть не прибил из-за дряхлой манды Пусть теперь пару раз получит по хлебальнику, засранец Внезапно в дверь позвонили Неужели патруль пиндосов? Траханье в комнате стихло Шлепки по полу и скрип половиц Корга почапала в прихожую Ну все, попаду в плен к этим гадам А у меня даже гранат нету, чтобы забрать с собой волгалу парочку ублюдков В этот момент я не догадывался, как же сильно ошибался И что через несколько минут буду жалеть о том, что к бабке пожаловали отнюдь не старые добрые американские вояки Инстинкт выживания подсказал притвориться спящим Ну чего, бусинка, опять развлекаешься? Донеслось из прихожей Слава богу, попались бестолычи местные, партизане Ответила бабка Мне одной троих много, вот и вас позвала Проходите, гости дорогие Обездвижила хоть другой голос Сколько их там, блин? А как же, все сделала как надо владыка света Ну да, ты же первая мастерица по бандажу в нашем кружке Показывай уже наши призы Ох, сейчас порезвимся, отведем душу А утром хозяевам сдадим Меня пробил ледяной озноб Кто все эти люди? Только чурочкарик мой! Предупредила хозяйка квартиры Я с ним еще не закончила А с этими делайте, что хотите В комнату вошли двое Сквозь полузакрытые веки я разглядел их Один высокий костлявый старикан с нездоровым блеском в глазах Вторая Тетка подстать С печатью всех возможных пороков на лице Вот этот хорош Правда, владыка? Хихикнула бабка, указывая на меня Я, честно говоря, охренел от ее наряда Дряблое тело перетягивали во всевозможных местах Кожаные ремни с пряжками Тошнота подкралась к горлу от этого зрелища Твоему вкусу я всегда доверял, бусинка Кивнул владыка Иди же, оставь нас Извращенцы задернули шторы, включили свет Старикан принялся раздеваться А тетка включила магнитофон Я вздрогнул от чудовищного насилия над моими ушами Потому что запел Филипп Киркоров Стоило ли пережить ядерную войну И уничтожение большей части человечества Чтобы услышать это исчадие отечественные эстрады От этой мысли я совсем приуныл А мужик, между тем, достал из саквояжа кожаную сбрую для себя и подруги Пританцовывая под зайка моя, я твой зайчик Они облачились в эти садомитские наряды Старый хрен натянул на голову кожаную пилотку Хищно поглядывая на меня Кляча надела черную фуражку Разогрей меня, Лида! Велел пожилой озорник, подставляя зад Обтянутый в кожаные труселя С вырезами на булках Лидия как раз закончила приделывать цепочки к соскам Поправила фуражку и принялась хлестать владыку Ну твою ж мать! Стоило только забыть об осторожности и попали в переплет У меня, в принципе, появились догадки насчет своей роли во всей этой херне Проверять их я, конечно, не собираюсь На форумах по выживанию, в апокалиптических фильмах и учебных методичках Ничего не рассказывалось про такие случаи Меня не готовила к этому судьба Зубы уже почти перегрызли кляп Если освободить хотя бы одну руку Гадство! Револьвер опять куда-то делся Но рядом мой рюкзак Наверху, я знаю, лежит термос Тяжелый, стальной, советский То, что надо, чтобы испортить праздник проклятым извращенцам Из соседней комнаты даже сквозь музыку слышны отчаянные вопли Держись, Валера! Сейчас я приду к тебе на помощь! Наконец-то удалось разгрызть тряпку Хорошо, что вставил новые зубы перед большим песцом Металлокерамика Вот настоящий друг выживальщика О, да, Лидочка! Не останавливайся! Стонет хрыч А я грызу веревку на правом предплечье Почти удалось справиться, когда тетка засекла мои движения Глаза ее расширились Губы сжались в гримасе негодования Я замер, лихорадочно соображая, что теперь делать Еще! Я почти готов! Нетерпеливо крикнул старикан Владыка, твое мясо сейчас освободится Ответила Лида Он повернулся ко мне и нехорошо усмехнулся Затем сказал Так даже лучше Люблю, когда рабы сопротивляются Давай, ты первая им займись, а я понаблюдаю Только аккуратней Вон как недобро смотрит Она открыла сумку и достала длинный продолговатый предмет Но это было не то, о чем я подумал вначале Тетка улыбнулась, обнажив большие желтые зубы И нажала кнопку Щелкнула электрическим разрядом Сучка решила потыкать в меня шокером Пошла ко мне тряся отвисшим выменем Остановилась Владыка, мне страшно А вдруг мясо кусается О, не бойся Сейчас наденем на него вот эту штучку В руках ублюдка шарик на кожаных ремешках Откуда у тебя это, Владыка? Секс-шоп ведь не работает с начала войны Это подарок от сержанта Монгомери Хихикнул мерзавец Ты не представляешь, что он со мной проделывал Ну так хватит болтать Помоги мне Прервала Лида О, конечно Сейчас Мы с пацанами шли домой после уроков Когда я заметил на земле эту штуку Бутылка Балтики-шестерки, выпитая на троих Прибавила позитивных эмоций Хотелось приключений А давайте кому-нибудь наваляем Предложил Серый Он был самый тупой и отмороженный в нашем седьмом Г Да ну нахрен Возразил Лысый Мы, блин, и так на учете в детской комнате милиции Лучше пошли с девками из двадцать второго дома в подъезде посидим Точняк, я там Дашку в прошлый раз за тиськи мацал Да не гони Я тебе отвечаю, а она меня трогала за... Зырте, ребзя, чё нашёл? Воскликнул я Чё это? Спросил Лысый Фу, говно какое-то! Сказал Серый и заржал А я продолжал рассматривать небольшой параллельпипед из чёрно-белой пластмассы с торчащим проводком Лысому почему-то не терпелось рассмотреть мою находку Он протянул хапалку В этот момент мои пальцы сжали с торцов этот предмет Раздался щелчок Кореш скрикнул, а мне в пальцы отдало электрическим разрядом Прикольная штука! Я ещё пощёлкал несколько раз, наблюдая искру на конце проводка И ощущая приятное напряжение Дай мне тоже! Потребовал Серый На, держи, фигли! Усмехнулся я, и когда болван протянул руку, снова нажал Ай, блин! Завопил этот мудак Чё это за хрень такая? Вообще мудно! Сказал Лысый завороженно, глядя на приколюху Дай мне до завтра, Саня! Взмолился Серый А, сейчас! Ответил я Сам поприкалываюсь Ну чё ты как падла-то? Повёлся, что ли? Вообще не по-пацански поступаешь Подтвердил Лысый Да идите вы нахер! Я зашагал прочь Двумя друзьями в моей жизни стало меньше С тех пор я подсел на электричество Разряды вызывали во мне целый вихрь офигительных эмоций Мог сидеть и целыми часами щёлкать этой хреновиной Позже узнал, что это пьезоэлемент от зажигалки Со временем мне стало не хватать такого хиленького напряжения Я начал браться за оголённые провода в подъезде Проворные электроны пробирали всё моё нутро И я шёл на уроки, заряжённый позитивом Годы спустя, когда появилась машина Проделывал это и с аккумулятором Мне так не удалось завязать Да и зачем бросать привычки, которые приносят радость? Оскалив зубы, я зарычал, когда они приблизились Напряг мускулатуру, чтобы ослабить верёвки Ты посмотри, ещё трепыхается Засмеялся старый хер Эй, животное! Сейчас мы наденем на тебя этот намордничек «Вам смерть!» — крикнул я «Ах, как смешно!» «Лидок, ну-ка дай ему разряд!» Шлюха заулыбалась и ткнула шокером в плечо «Ах, тысячи вольт пронзили мой безупречный организм!» «Какой кайф!» В огромных количествах стал выделяться адреналин Под действием гормонов я ухватил зубами Лидкину цепочку И рванул, что есть дури Та заверещала, схватившись за оторванные соски Электрошокер выпал из рук Подкинул его носком ботинка Перехватил зубами и вонзил в старика-изращенца С удовольствием я наблюдал, как его колотит Как отвалился прокушенный язык Как лезут из орбит глаза и дымятся волосы В этот момент, пока отлегся на владыку света На меня прыгнула тетка Все той же цепочкой стерва принялась меня душить Она довольно умело пережала сонную артерию Начало темнеть в глазах Вот гадство! Шатаясь, поднялся главный ублюдок С торчащими во все стороны волосами Ни слова не говоря, метнулся к сумке И достал мерзкий ржавый кухонный тесак Через секунду я понял, что это не ржавчина Кажется, мне хана С грохотом взорвалось оконное стекло Обдавая комнату миллионами осколков Внутрь ворвался ледяной ветер И быстрая фигура в белом камуфляже Короткой очередью языка срезала престарелого извращенца Моя широкая шея освободилась из задушающего захвата Сука, громко причитая, побежала к выходу Спаситель перевел трещотку в одиночный режим И снес ползатылка проклятой БДСМщицы Затем он отстегнул спусковое устройство от троса Подошел ко мне и снял ПНВ с маской «Привет, бедолаги! Маски шоу заказывали!» Я не поверил своим глазам «Это же Игорь! Выходит, он не предатель?» «Ты как нас отыскал?» Спросил я, пока мне срезали веревки «По тактическому планшету, боец! Всем же датчики выдали перед операцией! Есть же вы еще!» Я вздрогнул «Что там с моим друганом?» В этот момент в комнату зашла бабка с поднятыми руками «Не стреляйте, Христоради!» Заголосила она «Я же старая, одинокая женщина! Мне тоже хочется любви!» «К стене, тварь! Лицом к стене!» Заорал Игорь Вслед за ней в комнату проковылял полуголый Валера «Ты как, друган?» Спросил я «Дайте мне ствол!» Закричал он «Где моя пушка?» В этот момент старуха с романтичным погонялом бусинка Нагнулась к дивану Что-то достало Это я отметил краем глаза Повернувшись, увидел у нее на плече базуку Злобно ухмыляясь, ведьма направила базуку на Игоря «Ложись!» Закричал я, прижимая уши ладонями С ревом снаряд вырвался из широкого ствола Снес нашего командира и улетел в окно Хату заволокло пороховыми газами, но я успел нашарить свой рюкзак Взяв то, что нужно, я прыгнул к бабке и опустил термос на безобразную черепушку Треск ломаемой кости доставил невообразимое удовольствие Закатив глаза, тварь шлепнулась на пол «Ну капец, наделали шуму!» Произнес я «Вставай, друган! Надо валить отсюда!» Кажется, только теперь я ощутил суровость войны в полной мере Относительно спокойные месяцы в схроне, вдали от жестокой опасности, сильно притупили мою бдительность Да, мне удалось пережить пекло ядерных бомбардировок, ужас бесконечных холодов и голодных охотников до чужого добра И сейчас нас чуть не отымели пенсионеры-изращенцы, оказавшиеся по совместимости пособниками оккупантов Я не стал спрашивать Валеру, что с ним вытворяла старуха Но судя по его потерянному, отстраненному взгляду и трясущимся пальцам, эту тайну он унесет с собой в могилу «Что поделаешь, на войне случается всякое» «Идти можешь?» – спросил я «Не знаю, да, наверное» – ответил комрад «Винтовку не забудь, ты в порядке вообще?» «Где она? А вот же!» Как только друган взял в руки свой вепрь, его лицо приобрело суровое выражение За стеклами очков блестел огонек холодной белой ярости Ну вот, совсем другое дело, а то, блин, расклеился из-за какой-то бабки Пока я пытался привести в чувство Егорыча, Валера подошел к бездыханной туши старухи, перетянутой ремнями Постоял с минуту, затем, ни слова не говоря, разрядил в нее весь магазин «Теперь я в полном порядке, блять!» «Зашибись!» – ответил я «А Егорыча хорошо огрели, как бы не сдох старик раньше времени» «Оставим его здесь» – пожал плечами Валера «Ну уж нет! Старчи лучше всех округу знает, а в лесу он настоящий демон! Без него пропадем!» «Ну-ну!» Походу, не убедил, но все же Валера помог поднять сухое тельце егере Оценив сугробы под окном, мы раскачали и кинули вниз ветерана, чтобы не тащить, блин, по лестницам Едва он скрылся в глубоком снегу, а кругу огласил нечеловеческий вопль лесного орангутанга Видимо, потому что забыли натянуть его штаны Что правда, то правда Зато быстро очнулся дед Валера что-то замешкался на окне, не решаясь прыгать Высота детская, всего-то три этажа Пришлось слегка потолкнуть, подружески Еще раз быстро осмотрел комнату Прихватив свое оружие, а также шокер и базуку с парой выстрелов Я разбежался, перемахнул подоконник и вылетел в разбитое окно Сделав в воздухе несколько красивых сальто, по горлу ушел в сугроб Егорыч уже выбрался и с недовольным видом вытряхивает снег из портков Валера приземлился не совсем удачно и теперь стонет, держась за ногу Ну, вроде не открытый перелом, и то хорошо, подумал я Дело в том, что прямо под домом вычищена отмостка, а мой коллега-выживальщик слегка не долетел до сугроба «Ты как, Валера, идти сможешь?» – спросил я «Не знаю» – процедил он сквозь зубы «Зачем ты меня толкнул?» «Чтоб не терять время, дай осмотрю твою ногу» «Иди нахрен!» «Ай! Как больно, сука!» «Да не дергайся ты, блин» «Вот, помню, сынки, войну у нас в отряде тоже один такой ногу поломал» «Егорыч, твою мать, не говори под руку» – сказал я «Лучше следи за обстановкой» «Так точно» – дед схаркнул и перехватил винтовку Мосина «Конечно, я не врач, но в рамках подготовки к БП ходил на медицину катастроф» «Так, с ногой вроде бы все нормально, обычное растяжение» «По крайней мере, сломанных костей не нащупал» «Жаль, нет промедола» «Да с него и не побегаешь особо» «Но есть же волшебный порошок» «Смысла прятать его в батарейках больше нет» «Поэтому я все пересыпал в пакетик, который храню в НАЗе» «Давай, друган, тебе это надо занюхать» Сказал я, высыпав ему на ладонь содержимое пакетика «Че это?» «Лекарство! Сейчас будешь как новенький, быстрее всех побежишь» «Ну ладно, попробую» Вслед за Валерой попробовал амфетамины я «На всякий случай, побегать от пиндосов сегодня еще придется» «Бах!» Мощный выстрел эхом разлетелся среди пятиэтажек Я аж подпрыгнул, чуть не рассыпав лекарство Проследив за направлением дымящегося ствола Мосинки Увидел падающую фигуру метрах в трехстах от нас «Кто это был? Враг?» Спросил я «Так кто ж его знает?» Потупил взгляд Егорыч «С такого расстояния раз же разберешь» «Вишь, кто-то идет, ну и стрельнул для порядку» Не стал ничего на это отвечать Хотя так меня все это достало Хочу в схрон, в теплую кроватку и к лениным сиськам Как хорошо было в тихих закутках тайги И какой убийственной враждебностью встретил этот гребаный город Поскорей бы убраться отсюда Еще гремят одинокие выстрелы со стороны теплоцентрали Не сложно прыгнуть в бочку с дерьмом Сложно вынырнуть обратно Пиндосы хорошо укрепились к Андалакше Тот, кто планировал операцию, полный кретин А мы за то, что подписались в качестве пушечного мяса Идиоты вдвойне Воевать в толпе мне не понравилось Даже помародерить не удалось Что я скажу Ленке, если вернусь с пустыми руками? Хотя стоп У нас же теперь патриархат Да, точно Все-таки лучше всего у меня получаются диверсионные рейды Желательно в одиночку Несмотря на поврежденную ногу Валера несется впереди, как олимпийский бегун киниец Егорыч слегка отстает Может и ему дать нюхнуть порошка Несколько раз я окликал своего проворного друга Чтобы тот подождал, пока отдышится дед Сам я, конечно же, не чувствую никакой усталости Валера хищно припал на одно колено И, как заправский вояка Контролирует через прицел открытые участки Внезапно он замахал мне рукой Что такое? Спросил я, когда подбежал Там магаз! Произнес Валера, возбужденно блеснув линзами очков Метрах в четырехстах на той стороне улицы Светится до боли знакомая вывеска Витрины не горят Перед входом топчутся, помахивая Замерзшими конечностями парочка часовых Отсюда не разобрать, местные это или пиндосы Но логично, что такой важный стратегический объект под охраной Я сглотнул слюну, когда представил Сколько там хранится жратвы Пятерочка! Прошептал я Да, предлагаю наведаться туда и забрать сколько унесем Согласен Но надо быстро, а то скоро светать начнет Сможешь снять отсюда этих? Стараюсь! Усмехнулся Валера, поудобнее упирая винтовку о сугроб Я лося с километра валил Сейчас только поправку возьму на ветер Он снял очки, протер, затем надел обратно и принялся подкручивать оптику Высунув от напряжения кончик языка Ну, давай быстрее Ща, погоди, они ходят постоянно туда-сюда Ща Ох, сынки, еле нагнал Совсем не жалейте старика Егорыч тяжко дышал, держась за бок Тсс, Егорыч, пригнись Шепнул я Там враг Где? Он молниеносно сдернул винтовку с плеча Там, возле магазина Не видишь, что ли? А-а-а Широко расставив ноги, дед скинул винтовку И практически не целясь, один за другим сделал два выстрела Мы с Валерой переглянулись удивленно Усё? А ли еще кто есть? Спросил дед Я в шоке Хмыкнул Валера Всё чисто, Егорыч, сказал я Погнали Одному покойнику пуля вошла в глаз и вынесла заднюю стенку черепа Другому в пасть, вырвав нижнюю челюсть Два хэдшота Неплохо Я быстро обшманал несчастных Натовские прихвостни, судя по одежде с нашивками Печаль Ключей от магазина не нашлось Приподняв один из трупов, я прикрылся им от возможного рикошета И шмальнув замочную скважину Втаскивайте вовнутрь этих мертвяков Велел я, открывая дверь На шухере постою, ребята Егорыч раскурил папиросу Вы там только беленькой не забудьте для деда Конечно Да, постъядерная пятерочка не блещет изобилием Зал огораживает решетка Пустые полки составлены вдоль нее И что-то типа лотка выдачи Кассы я тоже не заметил Да еще и батареи не греют И в магазине такая же стужа, что и на улице На решетке цепь замком С ней разобрался быстро с помощью своих мускулов Так, Блэд, и где продукты? Валера неудоуменно оглядел пустые полки За этими стеллажами, наверное Я силой пнул ближайший И точно За ним начинается склад Включив фонарик, я с тоской оглядел это богатство Как жаль, что все не унести В основном тут замороженная рыба И полупустые мешки с крупами Видимо, основной рацион питания горожан Море продукты Точно, здесь же море Скорее всего, полгорода заняты подледной рыбалкой Кстати, прикольная идея Куда проще, чем гонять хитрую дичь по лесам Но это все не интересует меня сейчас Под прилавком обнаружилось настоящее богатство Шоколадки, бутылки с алкоголем Сигареты в блоках, чипсы и консервы С улыбкой переглянувшись, мы принялись набивать наши котомки Нагрузив полный рюкзак, я прихватил горсть чупа-чупсов для Лены Пусть порадуется чем-то еще, кроме моего леденца В этот момент влетел наш старча с вытаращенными глазами Не переживай, Егорыч, сказал я Взяли мы твой заказ Да шут с ним, там эти идут, вражины, мать их Проклятье Я надел рюкзак и примкнул очередной магазин к Сайге Выглянул через пыльное окошко Два броневика и целая рота солдат Убрав сторону, карабин взял базуку Жестом показал Валерий, чтобы тот разнес стекло и пригнулся Бах! Стряхнул себя осколки Пиндосы залегли и принялись полить Как обычно в молоко Я высунул базуку и шарахнул прямо в ближайший хаммер Черт, мимо! Но взрывом зацепило несколько гадов Заработал пулемет и я нырнул вниз Под защиту толстых стен пятерочки Отработали одну ленту и сразу включился второй М60 Суки! Пока один перезаряжается, второй не дает высунуть носа Подвис к пуль, я лихорадочно перезарядил базуку Уловив момент между очередями, высунулся и послал еще выстрел Снова не попал Не было времени целиться Вражеские бойцы подползли совсем близко И жестко давят огнем автоматических винтовок Живым я им точно не дамся Мелькнула мысль Крепко нас зажали Хотя... Может, здесь есть другой выход? Я пробежал на четвереньках за прилавок к Валере с Егорычем Дед скрыл один из пузырей и надолго приложился Со свистом выдохнул, откусил кусок мороженой рыбины И примкнул штык-нож к винтовке Валера с тревогой посмотрел на меня Сколько их там? Да хера! Че, гранат вообще не осталось? Не паникуй Ответил я, придерживая рукой порывающегося броситься в штыковую лесника Поищем запасной выход Да ты гений! Валера с трудом перекричал гром выстрелов В эту секунду что-то просвистело И в помещение влетел густо плюющийся дымом предмет Мы резко упали на пол Но взрыва не последовало Штуковина бешено вертится, источая едкий запах Ну почему я оставил в схроне противогаз? Подумал я и через секунду отключился Мы сидим с Леной в сухой траве на крыше схрона Любуюсь закатом Один из последних теплых дней перед вечными холодами Но мы не подозреваем об этом Раскупорили последнюю бутылку вина Нам хорошо Чокнулись кружками из нержавейки Я обнял за плечи Но Лена не стала пить Глядя на меня серьезными глазами произнесла Скажи мне одну вещь Какую именно? Насторожился я Ты правда любишь меня? Конечно, милая Рассмеялся я, увлекая в траву Ты, термоядерная вспышка в моей стылою суровой жизни Послушай меня Сказала она, отстраняясь Хорошо, хорошо Я в хорошем настроении от вина и готов терпеть капризы Если любишь, обещай, что не поедешь к Кандалакшу Какие если? Конечно, люблю Обещай Солнце нырнуло за горизонт Резко потемнело Да при чем здесь Кандалакши? Че ты несешь, Лен? Обещай Налетели серые тучи Поднялся нездоровый пронизывающий ветер Ничего не понимаю, блин Что там в этой Кандалакше? Там смерть! Завизжала она прямо в лицо Смерть! Вихри-пурги мечутся вокруг Лопнула замерзшая бутылка Лена уже не визжит, а она воет Ее лицо стремительно темнеет Отлетая кусками под порывами ветра Смерть! Схрон исчез Исчез заметаемый снегами лес Разлетелось, словно пепел, любимая Но пронзительный вой все терзает уши Он не утихал, пока я летел в темную бездну Теперь в него вплетаются другие вопли Сотни тысяч воплей На секунду мелькнул старый шаман Укоризненно качая головой А потом я упал на ледяной бетонный пол «О, ты живой, комрад!» Раздался голос Валеры Гулы вопли в моих ушах не стихают И проклятый холод С трудом присел, ощупывая тело Черт! Я в наручниках! И вся снаряга куда-то подевалась На мне только кофты и триканы Которые я обычно надеваю под теплые штаны Даже ботинки забрали твари Револьвера, конечно, нет Где мы? Язык с трудом ворочается во рту Видать последствия парализующей химии Не знаю, дружище В плену походу Глаза привыкли к темноте И я разглядел окровавленное лицо Валеры Очки помяты, но вроде целые Наверное, не лучше выгляжу Рядом храпит Егорыч У него забрали тулуп, но оставили валенки Подавил желание забрать их Есть и другие пленники Кто лежит на полу Кто сидит, сжавшись комок Кто забился в угол Человек десять-двенадцать Это все, что осталось от нашего отряда? Я медленно выдохнул, чтобы успокоиться и унять злость поражения В голову вернулась ясность и острота ума Но проклятый гул не проходит Да что за хрень? Эти вопли не плод моего воображения Кто может так орать за этими стенами, словно толпа на стадионе? Заскрипел засов, открылась тяжелая железная дверь По глазам резанул свет Гул и рев усилились Я увидел только силуэт Вот этот! Он ткнул рукой в бородатого бедолагу свитере Еще двое вошедших подхватили скулящее тело И вынесли наружу Дверь с грохотом захлопнулась Куда его потащили? Спросил я Валера посмотрел полным тоски взглядом Откуда я знаю? Но походу нам всем крышка Усилием своей титанической несгибаемой воли Восстановил самообладание Я жив, а это главное Да, у меня теперь нет оружия Нет снаряжения и еды Но есть чудовищная злость И могучие и смертельно опасные руки Пусть и скованные наручниками А также свободны ноги Которыми я могу отвешивать неожиданные вертухи Из зубы, которыми можно рвать тела врагов К тому же забрали не все Есть еще кое-что Интересно, нас расстреляют или повесят? Блин Скорее всего устроят показательную казнь Чтобы запугать местное население Я посмотрел на своего раскисшего друга Не очкуй, Валера Сказал я безмятежно улыбнувшись Все нормально Че нормального-то? Воскликнул он Это конец, понимаешь, конец Мы больше никогда не вернемся домой А что будет с моей семьей? Я не хочу умирать Успокойся Не могу успокоиться Мы выживальщики Но мы нарушили главный принцип выживания Не лезть на рожон Сидел бы сейчас в бункере Пусть и с тещей попивал бурбон возле камина Тут я с тобой согласен Херовая затея Но что сделано, то сделано В принципе, прикольно постреляли А сейчас расстреляют нас Ты как-то негативно мыслишь, дружище? Усмехнулся я Какой-то ты нервный Не переживай Если есть шанс, мы его используем А если умрем, то и беспокоиться не о чем Валера ничего не ответил Заворочился Егорыч Громко испортив воздух Он уселся, протер глаза И с удивлением осмотрелся по сторонам Мы шо, в плену, сынки? Спросил он Ну, типа того Ответил я Да, незадача А харчеваться будем? Али уже давали Оставили деду пожрать-то хоть? Не, не давали Как можно думать о еде в такую минуту? Вот скажи мне, Егорыч Простонал Валера Нас сейчас расстреляют сто процентов Ну, так шо теперьича? Я-то свое пожил Хе Это вы сопляки жизни еще не видали Жалко вас, горемычных Заткнись, заткнись! Крикнул Валера, закрывая уши ладонями Никакого уважения к ветеранам Проворчал дед Мы войну таких паникеров К стенки ставили Тьфу! Ладно Я поднял руку, требуя внимания Хорош уже сраться Еще неизвестно, расстреляют нас Или будут пытать Успокоил, блин! Перебил Валера Я бы, например, пытал Продолжил я Чтоб выведать все секреты И схроны Даже в полутьме Стало видно, как побледнел Валера Естественно, я этого не хочу И никто из нас не хочет Верно? Поэтому, когда нас выведут Мы должны бежать Убив при этом по возможности Побольше врагов Ну, или хотя бы попытаться Лучше быть застреленным При попытке к бегству Чем ждать, пока начнут Поджаривать пятки Загонять иглы под ногти Или выламывать кости Как ты себе это представляешь? Стуча зубами, спросил Валера Надо не представлять А действовать Верно молвишь Кивнул дед Но там уже все вооружены А у нас ничего нет Кое-что есть Усмехнулся я Так и быть Поделюсь с вами Засунув пальцы в рот Я схватил нижний коренной зуб И слегка поднатужившись Выдернул Точнее, не зуб, а имплант Перед БП я полностью Заменил все зубы Стоматолог сделал Тогда хорошую скидку За опт Но за этот заказ Пришлось доплатить Отдельно Под любопытными взглядами Товарищей я аккуратно Развинтил зуб В нем заначка Как раз для подобных Случаев и безвыходных Ситуаций Один Грамм Кокса Ну что, друзья Повоюем С этими словами Я втянул дорогу С тыльной стороны ладони И насыпал Валерий с Егорычем Нет ничего плохого В том, чтобы брать займы Наоборот Это приятно И очень полезно Особенно Если не собираешься Отдавать Перед атомной войной Я взял парочку кредитов Эти денежки здорово Помогли прикупить Все необходимое Рассчитывая только На продажу Бабушкиной хаты Я бы остался Без боеприпасов И множества Других полезных В хозяйстве ништяков Конечно Первые полгода Названивали коллекторы Я даже брал трубку Весело посылая их В сторону Первичных Половых признаков Человека Потом это все Поднадоело И просто выкинул симку А теперь Нехорошие люди Вместе со всей Паскудной банковской системой Превратились в радиоактивный пепел Или гнили в разваленных Уничтоженных мегаполисов Признаюсь Это грело Мою черствую душу Темными вечерами Бесконечной ядерной зимы И сейчас Перед лицом Неизбежной гибели Я взял Максимально возможный кредит У своего Безотказного кредитора Мощного Закаленного Организма Ледяной взрыв Кристальной ясности Заполнил голову Практически сразу Только Втянул в ноздри Порошок Хватило бы И трети Но сейчас Мне нужен Весь я Целиком Обостренные До предела Чувства Сканируют Обстановку Мозг Перебирает Одновременно Сотни Вариантов Побега Я слегка Напряг Мускулатуру С удовольствием Отмечая Еще чуть-чуть Извения Наручников Лопнут Но с этим Пока повременим Да Суровый Будет Отходняк Потом Когда кредитор Потребует Свое Главное Дожить Валера Втянул Резко Явно Уже Был опыт Закрыв Лицо Ладонями Он Замер На минуту А когда Убрал Его глаза Сияли Будоражащим Блеском Мы С Валерой Переглянулись И рассмеялись Звонким Солнечным Смехом Который Конечно Звучит Странновато Для этого Паршивого Места Другие Узники Задрожали От громких Голосов Искренне Не понимая Причины Нашего Веселья Егорыч Тоже Смотрит Немного Хмурясь И сопя Эх Сейчас бы Конечно Самогончик Утяпнуть Громсто Был Б в самый Раз Вздохнул Старик Разглядывая Горстку Порошка На ладони Это Получше Будет Сказал Валера А шо Я не знаю Будто Бы Вот Войну Помню Перед тем Как Разведку Уйтить Нам Командование Шо Только Не давало Сказав Это Егорыч Перекрестился И Судорожно Вдохнул Блин Лишь бы Коня Не двинул От избытка Чувств Но старый вояка Преобразился На глазах Казалось Глубокие борозды Морщин На его дубленом лице Начали разглаживаться Спина Выпрямилась Глаза Полезли Из орбит А седые усы Борода Стали торчком Широкая Грудь Ветерана Изливает Утробный Рокот Ну Шо Салаги Мать Вашу Рты Разявили Грозно Рявкнул он Отглядывая Помещение Кто Махоркой Богат Все Молчат Сигареты Как и прочее Барахло Отобрали Натовцы Шо Никто Не уважит Дедушку Взревел Егорыч Оскали В желтые Зубы Спортсмены Что ли Усе А ну Ать Два Упасть Отжаться Всем Двести Раз Ты Че Егорыч Угомонись По глупости Крикнул Валера Но Дед Махом Подлетел К нему И с разгона Зарядил Ногой В голову Друган Перелетел Всю Комнату Впечатался В стену Да так Что Слетели Очки И мешком Свалился На грязный Пол Еще У кого То Есть Вопросы Злобно Усмехнулся Егорыч Развернувшись В прыжке Ни у кого Вопросов Не было Со стоном И причитаниями Собратья По несчастью Повалились На пол И принялись Неуклюже Отжиматься Особо Особо Медлительных Лесник Ускорял Своими Тяжелыми Валенками На толстой Резиновой Подошве Я Тоже Принял Упор Лежа Хоть и Неудобно В наручниках Тело Требовало Движения А мускулы Радовались Интенсивной Прокачке За Валеру Не переживаю Может Это будет Для него Уроком К старшим Нужно Относиться С уважением Особенно К таким Опасным Как Егорыч Лишь Когда Остальные Уже Начали Подыхать От усталости А у меня Только Выступил Первый Пот Дед Дал Отбой Раздался Топот Тяжелых Шагов Снаружи Прогремел Засов Блин Я ж Не успел Договориться С товарищами Насчет Нашего Прорыва Дверь Открылась Безумный Егорыч Схватил Ближайшего Доходягу Поднял Над собой И С воплем Швырнул Супостатов Ну Зачем Начинать Здесь Надо было Дождаться Пока Выведут На Открытое Место А там Да Блин Что Сейчас Об этом Думать Думать Стало Некогда В камеру Влетела Толпа Закованных В броню Солдат И начали Щедро Раздавать Всем подряд Хороших Увесистых Люлей Медведем Ревет Егорыч Его Пытаются Скрутить Сразу Пять Или Шесть Бойцов Я Пока Сдерживаю Свой Порыв Надо Выбраться Наружу Спрятав Голову За своими Мощными Руками Пережидаю Град Беспорядочных Ударов Наконец Все Стихло Кто-то И солдат Сплевывает Зубы Кто-то Придерживает Неестественно Вывернутую Конечность Деда Повалили Бородой В пол Он Непрестанно Матерился Пока Его Скручивали Веревкой Какой Славный Дедушка Он Покажет Хорошее Шоу Забираем Всех Гоу 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 Тум 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 Тудум Вибрируют Стены Узкого Мрачного Коридора По которому Гонят Нас Тяжелые Ритмичные Звуки Пробивают Толщу Бетона Нарастает Шумный Гул Так-то Прикольный Музон Я узнал До боли Знакомые Ритмы Когда Пробежали Еще пару Поворотов И решеток Какие Блять Затейники Эти Натовцы Решили Казнить Нас Под Рамштайн Такое Шоу Я бы Сам С удовольствием Посмотрел В качестве Зрителя Конечно С возвращением В реальность Если Вам Понравилось Наше Безумное Путешествие То Обязательно Поставьте Лайк Напишите Комментарий И поделитесь Этим Видео В социальных Сетях Ну А если Вы Хотите Отправиться Дальше То Просто Выберите Одну Из Иконок На Экране И Как Всегда До Встречи В Следующих Мирах Дальше 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 Дальше